На сегодняшний день на балансе города 77268 светоточек. За последние пять лет прирост по ним составил 15109 штук, что составляет 19% от общего количества. Протяженность линии выросла на 456 километров и составляет 3271 километров, что соответствует расстоянию от Казани до Лексимбурга. Только в 2015 году было построено 64,5 километров новых линий на улице Фази, Магистральная, Васильченко, Юршова, на автодороге, соединяющей Оренбургский проезд и Фермское шоссе, на подходах к школам на улице Читаева и Абсалямова, в жилых массивах по улице Верная, улице Проспект Победы, поселок Самосырово, Калининский, Оки, Вознесение, Юдино, Адмиралтийская, Слобода и другие. На эти цели было затрачено 22 миллиона рублей. Если в Казани вопрос освещенности практически решен, то в поселках потребность в освещении еще очень велика. В целом освещенность города на сегодняшний день составляет 95%, что соответствует нормативам свода правил, утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации. Объем освоенных средств за 5 лет составляет 1,4 миллиарда рублей, в частности на строительство и реконструкцию наружного освещения. Было направлено 850 миллионов рублей. За счет этих средств были построены линии по улице Сибгата-Хакима от Ленинской дамбы до Дворца водных видов спорта, улицы Серова, от Линской до Восхода, капитальный ремонт участка БКК с заменой 2000 железобетонных опор от улицы Декабристов до Оренбургского тракта и многие другие улицы. В целом работы проведены на 95 крупных объектах. Доходы от подрядных работ позволили переоснастить наш автопарк на 67%, который пополнится в том числе и пятью новыми автовышками, благодаря чему мы имеем возможность оперативно реагировать на аварийные ситуации. Кроме того, за счет собственных средств была произведена частичная модернизация системы управления наружного освещения в городе на общую сумму 21 миллион рублей. Особое внимание в текущем году уделялось работе в реконструируемых парках и скверах Казани. Так силами МУП Казгорсвет были реконструированы линии наружного освещения в парках Победы, Крыль Советов, скверы Аксенова, Советская площадь, Парк Континент, Аллея Ветеранов. В целом работа нами была проведена на шести объектах. Затраты составили 30 миллионов рублей. Хочу отметить, что для каждой рекреационной зоны, согласно концепции проекта, подбирались разные конфигурации фонарных столбов и формы освещения. В результате проведенной работы освещенность территории парков увеличена в разы, что позволяет горожанам отдыхать там не только в светлое время суток, но и по вечерам. На данный момент в городе установлено 716 шкафов управления, 508 из которых укомплектованы системой АСУ, автоматической системой управления. Теперь мы имеем возможность в режиме реального времени отслеживать на этих участках включение и отключение освещения, проконтролировать работу линий и своевременно выявлять проблемы. Для подключения оставшихся 208 шкафов к системе АСУ требуется 26 миллионов рублей. Пока проблемы на этих участках мы выявляем только при объезде этих улиц по замечаниям жителей или от администрации районов. Надо признать, что по сравнению с ближайшими городами-миллионниками в вопросе внедрения АСУ мы пока отстаем. Например, Пермь, Екатеринбург и Челябинск уже добились стопроцентного хата автоматическим управлением своих электросетей. Частью АСУ являются датчики освещенности, которые мы установили на улицах Казани в 2014 году. Благодаря им мы имеем возможность по каналам GSM получать оперативную информацию на компьютер диспетчера и по необходимости индивидуально регулировать график включения и выключения по районам, что в свою очередь благоприятно влияет на безопасность дорожного движения и на общую обстановку по городу. Задачи, стоящие перед МУП «Казгурсвет» по строительству и текущей эксплуатации сетей наружного освещения города Казани, находятся в прямой зависимости от стремительного развития городской инфраструктуры последние годы. Растущий уровень технологий и экологического сознания, а также экономические реалии, требуют от нас пристального внимания к внедрению решений, направленных на энергоэффективность и энергосбережение. Продолжение следует...